МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Компания General Motors представила электрический внедорожник Hammer EV SAV 2024 года с нулевым уровнем выброса. Осенью прошлого года американцы презентовали электрический пикап GMS Hammer EV. Теперь же американский автоконцерн General Motors задался целью возродить легендарную марку Hammer и последовательно идет к ней. В плане мощности внедорожник проигрывает пикапу из-за своей более компактной конструкции. Хотя назвать его небольшим сложно, в длину он достигает 5,5 метров. Внедорожник Hammer будет предлагать до 830 л.с., передаваемых на все 4 колеса с помощью двух или трех электродвигателей. Он способен разгоняться до 100 км в час примерно за 3,5 секунды. Он также предлагает до 483 км поездки на одном заряде. GMS планирует продавать его в пяти моделях, самая дорогая Edition One. Для сравнения, мощность пикапа на электротяге достигает 1000 л.с. Все модели нового Hammer, кроме базовой, получили поддержку режимов Crap Wall, позволяющего вращать все 4 колеса для движения по диагонали на низких скоростях, режима X-Track, который использует систему пневматической подвески для увеличения клиренса до 152 мм от земли, и новейшую систему автопилота Super Cruise. Сверхпрочные полуоси с шарнирными шлицами увеличивают надежность, а система камер под днищем GM Ultra Vision с обзором до 18 камер покажет, что происходит вокруг автомобиля на бездорожье. Камер EV SUV стал также первым автомобилем бренда с новой модульной платформой электрических аккумуляторов Ultium, которая будет включать 800-вольтные аккумуляторные батареи. Поддержка быстрой зарядки мощностью 300 кВт, по заявлению компании, обеспечит электрокару 160 км пробега после 10-минутной заправки. От предыдущей модификации может достаться 5-местная компоновка салона. Задняя же часть полностью сделана по-новому, включает полноразмерную сетку, запаску на пятую дверь и очень вместительный багажник. Обладателям базовой комплектации будут предложены 18-дюймовые, а комплектации Edition One 22-дюймовые диски. Внедорожник разделит интерьер с пикапом, рассчитанным на 5 пассажиров. Информационно-развлекательная система 13,4-дюймовый сенсорный экран, а также 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, доминируют на простой вертикальной приборной панели. Как и у пикапа, сенсорный экран будет использовать Unreal, популярную программу для видеоигр для отображения трехмерной графики. На данный момент производителям объявлена средняя цена в 90 тысяч долларов за модель. Теперь остается только ожидать реакцию компании Tesla на такой дерзкий вызов от General Motors. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы следить за новостями вместе с нами.